Девушки отдыхают Ну, привыкла жить в своем домике, а тут все сломали, непривычно, нужно искать новое жилье, поэтому с детства я всегда хотела жить в старом доме, чтобы стресса не вызывать у домового А почему в старом именно и в каком-нибудь там деревянном? Говорят, современные домовые спокойно живут в квартирах, кто-то верит, что там они под веником живут, кто-то думает, что они где-то за плитой прячутся Я вот недавно проснулся с синяками, а это верный признак, как говорят, того, что меня во сне щипал домовой В нашей студии, кстати, тоже есть герой домовой Доброе утро, губерния! В этой студии вас приветствует верящий в домовых Жене Плотников И мечтающая о старом почему-то доме Саша Байдачная Сегодня поговорим о том, какие бывают наши дома старые, новые, странные, красивые В общем, каждый выбирает по своему вкусу Многие думают, что самым первым домом для человека была пещера Но это не так Первые люди строили свои дома из кары, веток, травы, позже из шкур животных Потому что на земле было гораздо теплее, чем в пещерах Кочевники создавали переносные дома, они напоминали палатки Кстати, современные кочевники тоже предпочитают портативные дома Одна пара энтузиастов построила крошечный дом своей мечты Несмотря на небольшое пространство, в доме уместилась практически все Еще одна особенность дома в том, что он на колесах То есть путешествовать можно, не выходя из дома Интересно, а в таком домике сможет поселиться наш домовой? Или скажет, тесновато у вас? Ну, про домового мы как раз и поинтересовались сегодня у жителей нашей губернии Я с ней встречался, не знаю Ну, кормись Конфеты, печенье Конфеты ему дать Надо быть просто добрым И не мешать ему в его работе Насколько я знаю, печеньки какие-то ему ложат с молоком Молока ему надо налить с печеньем Положить ему на ночь конфеты Что-нибудь вкусненькое Угощением ставить Молоко, печеньки Бежливо поговорить с ним, я думаю Даже в таком деле, как домостроение, можно и нужно проявить фантазию Один бесстрашный архитектор придумал дом, свисающий со скалы Я бы, честно говоря, не решился пойти в гости к таким домовладельцам Художница из Польши создала необычный арт-проект Она обвязала целый дом розовой шерстью И сделала она это в знак поддержки беженцев, которые лишились своих домов А такой уютный розовый дом – символ светлого будущего, наполненного надеждой Ну а еще в таком доме, наверное, тепло У нас за окнами вовсю гремит весна Ну и давайте узнаем у синоптиков, какая погода нас ждет В пятницу погоду определит теплый сектор циклона Синоптики обещают температуру плюс 16 градусов и даже выше Осадков не ожидается На севере и западе плюс 8, плюс 12 На востоке и юге плюс 10, плюс 12 Ночью температура воздуха в Самаре и Тольятти заставит 8 градусов тепла Днем воздух прогреется до плюс 18 Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду Самый старый жилой дом в России стоит в Выборге Вообще неприметному крошечному домику уже 430 лет Он считается самой старой сохранившейся жилой постройкой в России Этот дом горожанина возвели предположительно в 16 веке И что еще удивительно, в нем до сих пор живут люди Не менее удивительно деревянная и каменно-деревянная застройка исторического центра Самары У всех этих домов есть история Дом Мещан-Вырыпаевых, дом Александра Евсеева, дом провизора Бориса Позорна Тот самый недавно отреставрированный дом с жар птицей Ну и прочие здания с историей А в Москве сохранился памятник архитектуры другой эпохи На улице Гримау до сих пор стоит самая первая хрущевка Дмитрий Шостакович посвятил этим известных домам даже целую оперету Москва-Черемушки Во дворе образцово-показательного дома фонтан Который также сохранился, собственно, вместе с домом Когда-то, между прочим, хрущевка была настоящим спасением для тех Кто мечтал о собственном жилье В среднем на возведение одного такого дома из готовых блоков Входило около 12 суток Быстро? Довольно-таки? Ну, наверное, да, да, в принципе Вот сейчас появится на ваших экранах дом Вот в таком доме жить не получится Даже если постараться В Москве построили дом, в котором потолок поменялся местами с полом Даже фотографии интерьера вызывают легкое головокружение, как видите Зато можно пожить вверх тормашками в обычной жизни Чтобы зависнуть под потолком, надо быть по меньшей мере каким-нибудь ниндзя Кстати, предлагаю потренироваться в зависании Если у вас дома нет турника То можно повиснуть, ну, хотя бы уцепившись пальцами за дверной косяк А если у вас нет ни турника дома, ни дверного косяка Но есть телевизор Предлагаю выполнять наши простые движения Доброе утро, друзья! Сегодня с вами фитнес-клуб «Империал фитнес» и занятия по степ-аэробике Поехали! Правый марш! Раз, два, три Три колена! Раз, два, три Три колена! Раз, два, три Степ-кик! Степ-кик! Четыре, три Прямая спина, плечи расправили Два, еще раз Три колена! Раз, два, три Три колена! Раз, два, три Степ-кик! Сесть с тобой, встаем на платформу Еще! Кик! Кик! И на степ! На пол! На степ! Еще раз! Степ-пол! Степ-кик! Четыре Три Два Еще раз! Эль-степ На степ на пол! Степ-пол-степ Еще раз! Степ-пол-степ Степ-кик! Четыре Три Два Еще! Делим пополам! Эль-степ Степ-пол-степ Степ-кик! 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 Эль-степ Степ-пол-степ Степ-кик. Степ-кик. И еще раз. Раз. Два. Бедро выше. Спина прямая. Еще. Кик. Еще раз. Кик. Эль-степ. Раз. Два. Три. Кик. Колено-кросс. Поехали. Колено. Правый кросс. Кик. И еще раз. Колено-кросс. Колено-кросс. Кик. И еще два раза так же. Раз. Два. Три. Кросс. Колено. Кик. На степ. На степ. Еще раз. Колено. Кросс. Колено. Кик. Правый марш. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. И еще раз. Молодцы. С вами был фитнес-клуб. Империал фитнес. Хорошего вам дня. Спасибо. В рамках проекта «Круг общения». Мастер-класс по коллажу. Презентация нового романа Андрея Олиха и арт-викторина. А также книжная барахолка, где можно будет купить новые книги. И старые по искусству и культуре. Вход абсолютно свободный. Начало ровно в 16.00. К сожалению, примерно в это же время в Доме актера будет проходить фестиваль современной драматургии «Первый драфт плюс ремарка». Этот проект – средство связи между обществом и современным театром, молодым драматургом и профессиональной средой. В ходе фестиваля все желающие смогут совершенно бесплатно посетить режиссерские читки лучших пьес года по выбору ремарки и первого драфта. А также принять участие в мастер-классах крупнейших театральных деятелей России. После читок последует обсуждение пьес зрителями и практиками театра. Всех ждут уже в два часа дня. И на десерт. Городское издание «Биг Вилла» отмечает свой четвертый день рождения. Ребята по традиции стараются сделать его модным и привлекательным для своей аудитории. Ну и для себя самих, конечно, тоже. Поэтому приглашают на вечеринку самых актуальных диджеев. На этот раз хедлайнером станет один из самых перспективных отечественных электронщиков Федор Переверзев. Его также знают как Муа Пеллар. А в списке его музыкальных увлечений – этника, техно, индастриал, эмбиент. Другие жанры, граничащие буквально с чистым экспериментом. Поддержат гостя за диджейческим пультом наши. Музыканты местные. День рождения пройдет на танцплощадке Untitled. На этом ваш Капельдинер прощается ровно на неделю и просит вас не опаздывать на лекции, концерты и спектакли. Мы этого не любим. На календаре 14 апреля Самарское купечество всегда отличалось особой щедростью. Ровно 155 лет назад, 14 апреля 1862 года, по сообщению газеты «Самарские губернские ведомости», известные купцы Шихабалов, Буреев, Суботин, а также отец и сын Константиновы, помогли больнице приказа общественного презрения. Они внесли 600 рублей на строительство летнего дома и закладку сада. Поздравление с днем рождения сегодня принимают митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Также в 14 день апреля, только в разные годы, а порой и столетия, на свет появились голландский математик, физик и астроном Христиан Гюйгенс, известный писатель, родоначальник русской бытовой комедии Денис Фанвизин, видный государственный деятель Российской империи Петр Столыпин, популярные актеры театра и кино Петр Глебов и Кристина Асмус, актриса и художник Лидия Вертинская, актер, поэт, рок-музыкант, лидер легендарной группы «Звуки Му» Петр Мамонов и многие другие знаменитости. Именины сегодня отмечают Мария и Сергей. В народном календаре сегодняшний день называется «Марья, пустые щи». Это первое блюдо на Руси поминали не случайно. К апрелю у крестьян, как правило, заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых ложка стоит, приходилось только мечтать. Не зря говорили в народе «Захотел ты в апреле кислых щей». Но опытные хозяйки знали выход из положения. Вместо капусты в щи клали крапиву или щавель. Кроме того, крестьяне внимательно смотрели в этот день на реки и примечали, если лед сходил быстро, то весь год ожидался легким, хорошим. Если же образовывались ледяные заторы, ждали непростого года. Таким был 14-й день апреля в истории. Хорошего настроения вам и успехов во всех начинаниях. Если вы хотите поучаствовать в нашей программе, присылайте ваши яркие кадры в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Утро губернии». В рубрике «Яркие кадры» сегодня здание в стиле конструктивизма. Такие строили в начале 20-х, середине 30-х годов. Самый главный памятник конструктивизма – это фабрика кухни завода имени Масленникова. Здесь, кстати, не так давно началась крупная реставрация. А сейчас мы видим дом промышленности на Куйбышево. Радиодом на Красноармейской. Есть сведения, что с 1943 года свои легендарные слова говорит Москва. Именно здесь произносился мирно известный диктор Юрий Левитан. Ну а за фотографии мы благодарим Влада Виноградова. Порция хороших новостей с утра. В Москве подведены итоги всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017». Николай Казаков, учитель английского языка школы номер 41 «Гармония», признан лучшим в номинации «Молодые учителя». У меня тоже новость. В Самаре появятся первые зарядные станции для электромобилей. Между прочим, на 1 января этого года в нашей стране насчитывалось 920 таких машин. И 51 из них разъезжает по нашему городу, по Самарской области. Мы же космическая столица, в конце концов, и технологии будущего с нами всегда рядом. Ну а почему? А почему? Самара космическая. Самара космическая столица очень хорошо об этом знает Маша Акимова. Она и расскажет. Ракета-носитель «Союз» – один из главных символов Самары. Кажется, что она вот-вот отправится покорять бескрайнее космическое пространство. И это не случайно, ведь ракета настоящая. Она была изготовлена Куйбышевским заводом «Прогресс» еще в 1984 году. А теперь отдыхает после продолжительной службы в качестве монумента. Правда, взлететь ракета «Р-7» уже не сможет. Перед установкой ее лишили всей необходимой для этого начинки. Но даже без нее она весит 20 тонн. У монумента необычный пьедестал. Это здание музея «Самара космическая». Конструкция похожа на стартовый стол для запуска ракеты на орбиту. Вместе со зданием высота монумента достигает 55 метров. В этом году музей отмечает юбилей. Ему исполняется 10 лет. Открытие приурочили сразу к двум памятным датам. 40-летию первого полета Юрия Гагарина и 45-летию самарского космического машиностроения. А сейчас это один из самых популярных музеев города. От моделей ракеты целых космических комплексов до технологий, которые умещаются в кармане. Уникальные экспонаты собраны на одной площадке. Вот этот аппарат, ресурс F1, был в космосе. Он весь обгоревший. Конечно, никакого стекла тут нет. Это смотровое стекло для посетителей. Внутри находятся фотокамеры, фотопленка. Аппарат спускаемый, возвращаемый. Здесь ценные информации, которые ждут на Земле. А вот и двигатель НК-33. Это тоже разработка жителей Куйбышева. Он предназначался для первой ступени ракетно-космического комплекса Н1Л3 «Лунной программы». В мировой практике аппарат не имеет аналогов. Все дело в его надежности. В свое время главный конструктор проекта Николай Дмитриевич Кузнецов решил испытать его на прочность. Провели испытания. И двигатель отработал 16 пусков без съема со стенда. Кстати, без Куйбышева не было бы и первого полета человека в космос. Ведь корабль «Восток» с Юрием Гагарином на борту был выведен на орбиту ракетой-носителем, изготовленной на заводе номер один. Сейчас это прогресс. Почему Самара космическая? Да потому что в нашем славном городе на заводе имени Кузнецова собирают двигатели к нашей ракете. В нашем городе завод «Металист» собирает камеры сгорания. Завод «Металлург» поставляет топливные баки. Обратите внимание, топливом является керосин и жидкий кислород. В таком положении космонавт должен находиться при взлете и возвращении на Землю. Ведь в это время на него действует невероятная нагрузка. Вес тела увеличивается в 10 раз. Двигаться нельзя. Поэтому на его руке закреплено специальное зеркальце, чтобы космонавт видел приборы, расположенные вокруг. Кстати, в этом скафандре выходить в открытый космос нельзя, ведь это облегченный вариант. Его можно использовать только на самом корабле. Впрочем, за более чем полувековую историю полетов на орбиту менялась не только техника, но и быт космонавтов. Например, раньше на корабле можно было находиться только в скафандре. Теперь же и земная одежда подойдет. Перед полетом желательно постричься, ведь в волосах задерживаются частицы пыли. Кстати, волосы в космосе не моют. Специальный шампунь, который совсем не требует воды, втирают в голову салфетками. Женщинам-космонавтам даже разрешают брать с собой что-то из косметики. Например, гигиеническую помаду, блеск для губ и пудру. Космос космосом, а обед по расписанию. На орбите раньше закуски, сладости и даже борщ родились и в специальных тубах. Сейчас же их используют крайне редко. В основном пищу расфасовывают по банкам или едят прямо из вот таких пакетов. Сублимированные продукты стали поставлять на орбиту в 80-е. Из них удалена почти вся жидкость, что позволяет значительно уменьшить их объем и массу. Пакет с такой смесью наливают в воду. Пара минут и обед готов. На этом все. Увидимся через неделю. У нас в гостях Анастасия и Александр Андросовы, основатели экскурсионного агентства. Доброе утро. Доброе утро. У каждого свои маршруты, у каждого экскурсовода. Какие-то идеи для экскурсии. Какие они у вас? Расскажите. Вы знаете, у нас мы пришли к синтезу экскурсий. Дело в том, что вот сейчас есть два варианта типичных маршрутов. Это маршруты классические по достопримечательностям города, которые всем известны самарцам и даже тем, кто вообще не был еще в Самаре, уже известны априори. И второй вариант – это такие нетуристические места. Например, экскурсия по дворикам, что-то вот такое чисто самарское, чего нет других городов. И мы решили, что людям, которые приехали в Самару первый раз, им, конечно, интересно узнать и то, и то. Потому что вряд ли они откажутся от стандартного классического маршрута, но если они посмотрят только его, им нечем будет практически потом рассказать. Поэтому мы пришли к такому синтезу. Каждая наша экскурсия состоит и из классических достопримечательностей, и по совсем нехоженным тропам. Также большое достижение для нас в этом году – это экскурсии на наш пивоваренный завод. Теперь мы стали туда возить, так что всех приглашаем в любое время. С дегустацией? Естественно. А кто выступает в роли экскурсовода? Вы сами? Первое время мы только вдвоем выступали. Сейчас нас уже четверо, и мы стремимся к расширению. И в роли экскурсовода мы выступаем как бы уже не только как просто экскурсовод, но и как наставники для своих новых экскурсоводов. Передается опыт, так сказать. Ну, поделитесь, поделитесь опытом, какие нехоженные тропы, какие загадочные, какие-нибудь совершенно неведомые места есть у нас в Самарской губернии. Ну, на самом деле, мест довольно много, только нужно распределить, что значит загадочные места. С одной стороны, есть места, которые правда притягают своей энергетикой, например, как Старообрядческая церковь в центре города. А есть места, которые искусственно стали загадочными, например, как дача Головкина с рассказами о том, что Головкин поставил вот скульптуру богини на месте, где он зарыл труп своей, в общем-то, дочки, которая там с обрыва. Какие страсти. Да, да. Но на самом деле мы потом смеемся вместе с экскурсантами насчет этого, рассказывая, что дочке на тот момент было всего два года, на момент несчастной любви, когда она сбросилась с обрыва, и это становится уже такой смешной легендой. Понятно. А где вы берете информацию для составления маршрутов? Как, где черпать? Ну, информацию, да. Мы работаем непосредственно с историческими источниками, в первую очередь, это архивы. Потому что, безусловно, конечно, мифы и легенды, они очень притягательны, но это, на наш взгляд, такой легкий способ работы с информацией, потому что для того, чтобы рассказать миф или легенду, ну, необходимо просто обладать каким-то актерским мастерством. А вот именно духом исследования нашего прошлого необходимо заниматься в соответствующих заведениях. И мы огромное время проводим именно над сбором фактов. И, как мы убедились, наш опыт показывает, что если мы предоставляем именно факты, людям это нравится гораздо больше, это ближе к... Ну, они себя как-то начинают проецировать на те события, которые мы рассказываем. Ну, чем нежели какие-то вот такие мифы и легенды о несчастных двухлетних девушках и их неразделённых любви. Как нужно готовиться к экскурсии? Что брать с собой? Рассказывайте. На самом деле... Ну, да. На самом деле ничего особенно брать не нужно. Единственное минус, какой бывает, что мы так редко сейчас с вами бываем так долго на улице, как мы, то есть 2-2,5-3 часа, что можем не расценить погоду, слишком жарко, слишком холодно, поэтому нужно взять с собой удобную одежду, удобную обувь, даже воды с собой брать не нужно, потому что мы обязательно удалим жажду где-то в каком-то кафе на экскурсии. И хорошее настроение, в общем-то, залог хорошей экскурсии. То есть вы прерываетесь, обязательно есть какой-то обед. А где бы то ни было, вы выезжаете за пределы Самары куда-нибудь совсем далеко-далеко, где нет даже кафешек? Такое может быть? Ну, пока нет, но мы осваиваем в этом году, мы осваиваем уже туристические маршруты на Самарскую луку, потому что действительно огромная такая зеленая зона Самары, ну, в шаговой доступности фактически от нашего города, потому что действительно экология в городе с каждым годом оставляет желать, к сожалению, все хуже и хуже остается, и поэтому очень много людей стремятся выехать в какие-то заповедные места и действительно познакомиться с историей и тем миром, который окружает человека на природе, мы уже предоставляем такую услугу. Нам ничего не помешает сделать выездной пикниг? Нет, безусловно, да, конечно же. Я думаю, это обязательно нужно включить в программу. Грядет чемпионат мира по футболу 2018 года. Как вы готовитесь к нему, и что должны туристы и гости нашего города узнать в Самаре и о Самаре? Ну, в первую очередь, наверное, надо понимать, что такое футбольный болельщик, который приедет, потому что это не совсем типичный турист, который приехал посмотреть прекрасную архитектуру, познакомиться с культурой жителей. Нет, человек приезжает с конкретной целью, он приехал на футбол, он хочет посмотреть матч, ну и, безусловно, какую-то часть своей туристической программы он отведет знакомство с культурой той страны, в которую он попал. То есть он в первую очередь ездит в Россию. Вот, здесь у нас уникальная возможность, как город-организатор, показать непередаваемую культуру Самары как части России, не просто матрешку-балалайка, а именно Волга, в первую очередь, Волга, потому что, как только к нам приезжают иностранные туристы, они сразу вот на несколько минут просто теряют дар речи, когда они попадают на нашу набережную, потому что это действительно уникальные и архитектурные объекты, и природные объекты соединены вместе. Вот, ну, во вторую очередь мы, конечно, будем знакомить их с архитектурой старого города, ну, и огромное внимание мы будем уделять именно спасной столице, потому что та роль, которую сыграл наш город в годы Великой Отечественной войны, она, конечно, уникальна в этом плане. И именно поэтому мы уже в послевоенные годы стали аэрокосмической столицей страны, и у нас очень много объектов, памятников, музеев именно с этим связано. Это хорошо, что нам есть что рассказать. В 2018 году ребята не останутся на информационном голоде. Спасибо большое вам успехов разработать новые программы, и обязательно заглянем на парочку экскурсий. Заинтересовали экскурсии? Спасибо, приходите. Мы очень скоро продолжим. Вернемся в эту студию. Доброе утро. Это новости на канале «Губерния» в студии Александр Кобыльсков. Отопительный сезон в Самаре планируют завершить 26 апреля. Об этом сообщают в Департаменте городского хозяйства и экологии. Отключение по нормативу начинают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не опускается ниже 8 градусов. Поэтому дата пока ориентировочная. Сейчас проводятся испытания тепловых сетей. В Самарской области могут смягчить антиалкогольные законы и разрешить продажу спиртного с 8 утра до 11 вечера. Возможные поправки в региональный закон обсудили депутаты Губернской думы на заседании Комитета по промышленности, предпринимательству и торговле. Напомню, сейчас в регионе действуют ограничения на продажу крепких напитков. С 10 утра до 10 вечера. Полный запрет введен в День студента 25 января, День молодежи 27 июня и Международный день студентов 17 ноября. Этот пункт парламентарии тоже предлагают отменить. Правда, с оговоркой. Купить спиртное по-прежнему будет нельзя в Международный день защиты детей 1 июня и в День знаний. Однако, если 1 сентября выпадает на выходной день, то ограничения переносятся на следующий рабочий день. Такие предложения народные избранники объясняют тем, что из-за жестких запретов жители региона после 10 вечера зачастую идут за алкоголем в разливайки либо в магазины, которые торгуют спиртным нелегально. Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании Губернской думы. За нападение на врача реальный срок. Суд промышленного района Самара огласил приговор мужчине, который устроил дебош в больнице имени Семашко. Напомню, в начале ноября прошлого года в приемное отделение с переломом ноги поступила молодая женщина. Ее сопровождали четверо мужчин. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. Дежурный врач сделал замечание шумной компании, за что поплатился. На него с кулаками набросился муж девушки. В итоге хирург сам был госпитализирован в травматологию. Сотрясением мозга и повреждением руки. Помимо многочисленных свидетелей, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В ходе следствия дебошир выплатил врачу 100 тысяч рублей и просил суд не назначать ему реальный срок. Однако, мужчину признали виновным в хулиганстве и причинении вреда здоровью средней тяжести. Теперь он проведет год в колонии и поселении. В Самаре на Пасху ограничат движение транспорта. 16 апреля с 6 утра до 4 часов вечера нельзя будет проехать по улице Алексея Толстого от Комсомольской до Кутикова. По Степана Разина от Комсомольской до Григория Засекина, а также по улице Крупской от Водников до Куйбышева. Кроме того, уже с 8 часов вечера субботы до 4 утра в воскресенье возле храма будет запрещена парковка. Ограничения не распространяются на городской пассажирский транспорт, автомобили полиции, скорой помощи, пожарная охрана, а также машины со спецпропусками, утвержденными ГИБДД. Такие меры вводятся в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города, просят отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут. Зато общественный транспорт на Пасху будет работать в усиленном режиме. В ночь с 15 на 16 апреля дополнительные автобусы будут поданы к Покровскому кафедральному собору, храму во имя апостолов Петра и Павла, храму в честь святого великомученика Георгия Попедоносца и Кирилла Мефодиевскому собору. Транспорт прибудет к половине третьего ночи, когда закончатся праздничные богослужения. В воскресенье также организуют специальные рейсы до городских кладбищ. Напомню, в связи с ремонтом Южного моста маршруты до Южного и Рубежного, ранее следовавшие от автостанции «Аврора», теперь будут отправляться с Хлебной площади. Для удобства пассажиров вводится дополнительная остановка 36 маршрута в Куйбышевском районе. Автобусы будут осуществлять посадку и высадку у железнодорожной платформы «Красный крыжок». Достояние губернии и наследие будущего. Региональный конкурс компании, организованный ТРК «Губерния» совместно с Общественной палатой при поддержке правительства региона набирает обороты. В редакцию поступают заявки от организаций предприятий, уже зарекомендовавших себя в Самарской области. Об одном из первых участников номинации «Медицина» расскажем в понедельник в нашем эфире. Это вся информация к этому часу. Всего вам доброго. До свидания. В студии снова ведущая Саша Байдачна. И Женя Плотников. И сегодня мы заглядываем в обычные и необычные дома по всему миру и, конечно же, в нашей губернии. Группа энтузиастов сделала карту Самары с датами постройки зданий. Синим и голубым цветом отмечено здание дореволюционной постройки. Желтым здание построено до 1940 года, а розовый цвет относится к домам, возведенным до 1990-х годов. Красные дома, значит, дома построены в последние годы. Давайте-ка воспользуемся картой и пройдемся по необычным зданиям Самары. Любимый у туристов дом Белоусова построен в мавританском стиле. Также восточные мотивы используются на фасаде дома подрядчика Нуйчева. А вот особняк Клотта – это кусочек Европы в Старой Самаре. А в одном из самарских двориков стоит самый настоящий фахверковый дом конца 19 века. Есть в нашем городе на улице Алексея Толстого дом 50. Весьма интересный памятник культуры и вообще частичка самарской истории. Это здание дворянского собрания, один из старейших архитектурных памятников Самары. Его не так давно отреставрировали, что не может не радовать. Ну, гуляя по Самаре, не стоит забывать и про современные здания. Например, космический музей, железнодорожный вокзал – это новые такие визитки столицы губернии. Это точно. Но необычных домов в мире очень много. Дом-чайник, стиральная машина, дом-башмак, кривой дом в Польше или чешские танцующие здания. И прочие-прочие сумасшедшие идеи. На самом деле, чего только не строят. Ну, а одна шведская пара хотела построить себе новый энергосберегающий домик. Но такая идея была бы слишком затратной и по времени, и по деньгам. И они решили установить теплицу, чтобы обогревать ей старый дом. Теперь у них всегда мягкий средиземноморский климат. Пара даже выращивает у себя в домике нетипичные для Скандинавии продукты – инжир, помидоры и огурцы. А интересно, как к новому климату относится скандинавский домовой? Он же привык жить в суровых условиях, а теперь на тебе, инжир. Как не обидеть хранителя домашнего уюта, мы узнаем из опроса с просонья. КОНЕЦ Я с ней встречался, не знаю. Ну, кормись. Конфеты, печенье. Конфеты ему дать. Надо быть просто добрым и не мешать ему в его работе. Насколько я знаю, печеньки какие-то ему ложат с молоком? Молока ему надо налить с печеньем. Положить ему на ночь конфеты. Что-нибудь вкусненькое. Угощение им ставить. Молоко, печеньки. Вежливо поговорить с ним, я думаю. В мае и июне в губернии пройдет марафон в стрит-арт-парк. К участию приглашаются уличные художники, которым предстоит воплотить в жизнь эскизы, связанные со спортивной тематикой. На здании в парке «Молодежный» появится рисунок, символизирующий энергии молодости и спорта. В парке имени «Пятидесятилетие октября» рисунок будет напоминать о команде «Крылья советов» и энергии индустриальной безымянки. А в парке «Щорс» нужны рисунки на детскую тему. В парке «Победы» главная тема «Великая Отечественная война» и с киезы принимаются до 20 апреля. Так что художники, торопитесь. Ну, я вообще-то считаю, что художников, Саш, торопить нельзя. Вот дрогнет рука и все, все пошло наперекосяк. Татьяна Петцина наблюдала за работой мастера по созданию мыла. Ну и наверняка она подтвердит мои слова. В процессе огранки бриллианта 70% веса уходит в крошку. Так и Ирина отсекает все лишнее, создает неровные грани, чтобы камень выглядел как можно естественнее. Цветной с неравномерно рассеянными хлопьями и созданной из мыльной основы. Мыльная основа должна быть прозрачная и максимально безопасная. То есть там никаких СЛС, парабенов, ничего агрессивно-щелочного. И мыльная основа должна принимать эфирные масла. То есть с ними взаимодействовать так, чтобы запах в процессе использования потом не менялся и быстро не испарялся. Эфирные масла придают мылу неповторимый аромат. Правильная комбинация фиалки, пачули и лимонграсса ничем не уступит любимым духам. Более того, оставит еле уловимый аромат на коже. Хрупкий продукт требует особой заботы. Драгоценные камни Ирина упаковывает в непрозрачные коробки. Так они сохранят свои свойства в течение нескольких месяцев, а то и лет. Изначально искала хороший подарок для мамы. И параллельно в домашней косметике использовала натуральные эфирные масла. Люблю вообще все это натуральное. И когда увидела чисто случайно на ютубе мастер-класс по созданию нечто подобного, мне очень понравилось, и я решила маме сделать такой подарок. Ей тоже понравилось, она нашла хвастаться подругам, им тоже захотелось. Мыло ручной работы станет украшением любой ванной комнаты. Но Ирина все же советует использовать его по прямому назначению. Ведь в сердце каждого кусочка – кулон из натурального камня, который, как известно, обладает магическими свойствами. Оникс обеспечит благоприятную атмосферу в доме, а коралл принесет успех на работе. Камни только натуральные. Сейчас очень много подделок под малахит, в основном под авантюрин. Тоже полудрагоценные камни, но они стоят значительно дороже, чем, к примеру, турквенит, коралл, яшма. Их стараются подделывать, они выглядят почти как настоящие, но это все-таки пластик. Я стараюсь такие не использовать, и мне самой они даже на вид не нравятся. Драгоценным может быть не только мыло, но и паралине. Так Ирина назвала свои косметические конфеты, которые тают при соприкосновении с водой, превращаясь в нежное и питательное молочко для кожи. Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии». У нас в гостях журналист и градозащитник Армен Арутюнов. Доброе утро. Доброе утро, Армен. Мы знаем, что вы не коренной самарец, вы приехали в наш город, ну, относительно недавно. Почему именно в наш? Чем он так вас привлек? Ну, у меня были, скажем так, семейные обстоятельства, я по нему попал в Самару. Не думал, что это будет какой-то долгий период, но вот так сложилось я уже 11 лет здесь. Вот. И вообще, я считаю, если ты живешь в каком-то городе, то ты его как минимум должен знать. Вот. А если он достойен, там, любви, то и любить. Ну, вот в Самару, надо сказать, я сразу же влюбился. Серьезно? Вот. Ну, в общем, да. И это, надеюсь, это взаимно. Есть ли у вас в Самаре какая-то архитектурная зона, которая вам нравится, вам по душе, и вы любите приходить сюда отдыхать? Ну, по поводу отдыхать не знаю, но есть определенные такие зоны, в которых я чувствую себя очень комфортно. Да, это такие маленькие, локальные, например, я не знаю, район особняка Курлиной, да, я там долгое время жил, и вообще это вот какая-то энергетика там, особенно на этом перекрестке с Красноармейской и Фрунзе. Да, есть там, я не знаю, еще какие-то там Алексея Толстого, например, улица при всей ее там неухоженности все равно. Ну, старый город вообще там можно из чего выбрать, там есть выбор. Вам важно, в каком доме вы живете? Именно внешне. Внешне? Да, архитектурно. Потому что я знаю человека в Самаре, который выбирал себе дом, это могло быть очень дорогой жил, но он говорил, что я хочу, чтобы люди шли мимо и говорили, в этом доме живет вот он. Ну, не настолько принципиально, конечно, именно фасад, да, изнанка дома, потому что меня скорее интересует тот район, в котором я живу. То есть, если мне должно быть комфортно находиться на улицах, ходить по ним, и это во многом зависит от, ну, в смысле, комфорт зависит от той архитектуры, которая, и там благоустройства, которая есть. А что вы считаете особенностью самарской архитектуры? Есть несколько вещей, которые, на мой взгляд, вот какую-то такую изюминку, особенность представляют самарской. Во-первых, это среда городская. То есть, если брать памятники по отдельности, да, можно там разбирать их по полочкам, говорить, что одни там первичные, вторичные, там. Вот, а когда мы берем все вместе, получаем такой полноценный срез архитектурного наследия, и вот это вот, пожалуй, самое-самое-самое ценное, что есть в городе. То есть, это цельная? Это цельная такая композиция? Да, пока еще, пока да. Вот вы сами, собственно, перешли к проблемам. Давайте поговорим, чего нам не хватает, и что, собственно, происходит. Что вызывает беспокойство? Ну, во-первых, вот это нарушение этой целостности, потому что у нас же как, да, это не только проблема Самарной России, если дом-памятник формально, да, объект культурного наследия, то мы его охраняем. Если нет, и он там находится в не очень хорошем состоянии, мы можем его снести, построить что-то другое. Вот, и тем самым, как раз вот та среда, о которой я говорю, она нарушается. Да, то есть, ну, вот какой-то градостроительной политики четкой, посвященной там сохранению старого города у нас пока не наблюдается. Если по объектам, то, конечно, вот из последнего это проблема реального училища и его сохранения. Напомните, напомните адрес. Алексей Толстого, 33, это здание, на месте реального училища раньше находился дом купца Маке, и там было, собственно, объявлено о создании Самарской губернии в 1850 году. Там учился, в реальном училище уже учились Алексей Толстого, Глеб Крыжановский, там, Семенов Николаин, лауреат Нобелевской премии. То есть, это вот один из самых-самых-самых значимых объектов. Что происходит из здания? За последние полгода было три пожара, в октябре два, и вот буквально в конце марта крупный пожар, около 500 квадратных метров, то есть, это там значительная часть здания повреждена. Вот, ну, вроде как анонсируется какое-то решение вопроса, там, возможно, откроется какое-то общественное, образовательное учреждение, но вот сам факт того, что происходит, вот процесс, что происходит со зданием, он не то чтобы тревогу вызывает. Ну, может, надо бить. Ну, бьем. Легко сказать, это называется. Ну, это с центром города понятно. А есть ли в удаленных районах нашего города какие-то здания, которые тоже... Есть не только здания, есть целые комплексы. Во-первых, есть абсолютно уникальная, тоже, к сожалению, не очень хорошо сохранившаяся комплекс дач. И это, наверное, вот один из там трех пунктов, которые я для себя выделяю, которые вот есть в Самаре, и вот такого, по крайней мере, на Волге не было, да. Те вот эти вот виллы, не только дача там со слонами, всем известная, да. Вот на всем протяжении Волги было, да. Это раз. Ну, вот осталось немного, но там совершенно бесценные образцы. Это улица Победы. Естественно, это сталинская застройка, и она абсолютно уникальная, ну, для Самары, по крайней мере, она замечательная, и это, в общем, тоже достойно внимания. И, в принципе, вот район там Безымянки, Металлурга, там очень много советского наследия. Просторный. В него заходишь, и сразу вот так вот все. Там по-разному. Там по-разному, потому что есть не только простор, есть и уют, есть домики, там, например, в районе юных пионеров с палисанечками, вот эти двухэтажные, да, кто-то считает их там бараками, кто-то считает их там ценными, но в целом там есть комплекс. Очень классно. К сожалению, время у нас ограничено, Армен, очень интересная беседа, обязательно как-нибудь продолжим. Спасибо, что нашли время заглянуть к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо вам успехов в вашем нелегком, но очень важном градозащитническом деле. Молодец. Ах, как выкрутился этот парень. Мы продолжаем какой бы ни был дом. Если в нем играет музыка, то он автоматически становится уютным. Ну а если играет джаз, вас из этого дома буквально клещами не вытащишь. Мы пробовали это проделать с Еленой Шишкиной, но у нас ничего не вышло. Вот ее сюжет. Где, как ни в Москве, они могли встретиться. Молодые, талантливые, амбициозные. Лидер Амберсепт Игнат Кравцов без ложной скромности утверждает, что в его группе играют лучшие молодые музыканты страны. Собраны именно лучшие музыканты, которые именно исполняют эту музыку, джазовую музыку. И самое, что мне есть примечательное, что отличает этот коллектив, это то, что в этом коллективе звучит авторская музыка. То есть это мелодии, которые созданы, которые, например, написал я. То есть я написал часть мелодии, часть мелодии написала пианистка Юлия Перминова. Вот. И это сделаны свежие современные аранжировки. Даже упреки старших товарищей ребята ставят себе в заслугу. Ведь если тебя критикуют, значит, пристально наблюдают. Отцы и дети? Да. Да, конечно, это везде есть. Старики считают, что им что-то не хватает в современном. Это может быть и правда. Вот я не старик, но мне 30 лет, но я тоже замечаю это. И мы учимся от этого. Они нам говорят, что, ребят, да вы неправильно что-то делаете. В то же время их не стоит упрекать в том, что, к сожалению, в то время было очень мало информации. А сейчас информации очень много. Есть и такие ресурсы, как Ютуб, Фейсбук. Просто настолько много информации и переизбыток, что бери, да учись. Джазовая группа Амберсепт еще очень молодая. Ребята недавно выпустили свой первый альбом. Но выступают они уже давно и очень активно. Причем как в филармонических залах, на крупных джазовых фестивалях, так и в клубах во всей стране. Мне нравится формат более такой неформальный. Когда не просто люди сидят в зале. Вот так сидят все, все, два отделения, хлопать нельзя. Особенно академическая публика. Там где-то какой-то, может быть, даже абонементный концерт. Бывает, что в залах больших очень приятно играть. И публика слушает, затаив дыхание. Бывает, в клубах, когда играешь более какие-то сочные моменты музыкальные. Концерты, какие-то песни такие более мощные, когда публик «Вау!» может закричать. И ты чувствуешь, что она стоит, как вы рядом со мной стоите, и мы вместе как-то взаимодействуем. В Самаре именно так и получилось. Группа идеально вписалась в атмосферу места, и фанаты, которые пришли специально на Амберсепт, получили удовольствие не только от встречи с музыкой, но и от близкого душевного общения с музыкантами. Елена Шишкина, Андрей Авдеев, «Утро губернии». Мы продолжаем, у нас впереди пятничный гороскоп. Овны, сегодня главное – правильно распределить силы. Выработав идеальную стратегию, вы справитесь со всеми делами и перейдете к выходным бодрым шагам. Тельцы, день лучше провести дома, окунувшись в беззаботные хлопоты с перерывом на любимый сериал. Спать можно лечь пораньше. Вот такие бывают ленивые дни. Близнецы, в каждую свободную минутку вы проваживаете себя любимого на свежий воздух. Вечером организуйте встречу с друзьями, одиночество вам противопоказано. Раки, не судите людей за их поступки, тем более, что с вашей колокольни видны не все нюансы. Обсуждение чужих просчетов может обернуться горькими обидами. Львы, накопившиеся раздражение, рискуют перейти в нервный срыв. Постарайтесь сегодня не перегружать себя делами и интенсивным общением. Девы, отличный день для прогулки и вытряхивания хламы своей головы. После установления душевной гармонии можно перейти к ликвидации беспорядка вокруг себя. Весы, возможно, любовно-романтическое свидание придется отложить на потом. Ничего хорошего сегодня не получится, а вот собраться с друзьями – это пожалуйста. Скорпионы, вам выпадет отличный шанс показать себя на работе. Только не проявляйте излишней самоуверенности, немного такта не помешает. Стрельцы, а все сегодня будет валиться из рук. Но не отчаивайтесь, все, что упало, не пропало. Вам просто нужно немного передохнуть и набраться силенок. Завтра все будет падать в руки само собой. Козероги, вам все по плечу, даже гвоздь в камень забить не составит труда. А количество выловленных из пруда рыбок хватит на целый чанухи. Водолеи, не принимайте серьезных решений. Эмоции сегодня будут вами управлять. Так что возьмите небольшой перерыв и проанализируйте проблему через пару дней. Рыбы, напряженный день. Будьте сдержаны и спокойны. Ваш волевой настрой передастся коллегам и сообща, вы справитесь со сложной задачей. Ну и если вы решили переехать в новостройку из старого дома, то заселите туда сначала домового. Говорят, очень-очень действенный способ – это принести его на лопате. Или, может быть, еще на венике. Тоже хороший вариант. Ну а с вами этим утром были ведущие Женя Плотников и Саша Байтачный. Пока. Саша, помнишь, вот у тебя кружка была твоя личная? Конечно, помню. Вот, представляешь, нет ее уже больше. Нет ее! Это домовой. Я видел, подошел, взял и разбил все. Потом я говорю, что ж ты делаешь? Он все равно разбил, и потом все твои печеньки съел. Да, домовой. Ужасный. Он, да, он. Не я, он. Более трех тысяч квадратных метров площади для тренировок. Свыше 30 направлений групповых занятий для взрослых и детей. Аквазона с джакузи и сауной. Империя фитнеса в твоем городе. Аквазона с джакузи и сауна 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 с джакузи.